так странно чушь нам с ним делать то чушь нам с ним так делать вот этот меня не трогает этот меня не трогает все походу все нормально не трогают они меня hello какие люди в гонцах у бар у братца моего хорошо он жить стал товар принес привет я сам себе гонец и работаю на себя однако рад всем кто со мной считается товар я принес прежде мне нужно фото то что тебе скоробей отдал фото мы об артере не договаривались хотя забирай она мне нафиг не надо чего того я не знаю и не видел но если увижу и без фотки вспомни ты говорят модельки конструируешь радиоуправляемой не машинки часом вдруг у меня этим делом занимался это еще до зоны было судя по солнечным батареям что-то вероятно летающие делаешь уже сделал сам вот так то между прочим летает и не только летает еще и фотографирует но есть одна проблема моделька маленькая и канистру с бензином не поднимет а стандартного бай бака и хватает минут на 30 полета это маловато нужны дополнительные источники питания как раз те что ты принес летает и фотографирует говоришь а не верю знал я тут одного кулибина так даже он не смог запустить да ты не веришь что ли спорим цена вопроса 10 косарей бабло у тебя есть если есть отлично считай что уже нет не люблю спорить но думаю что в твоем они в моем кармане полегче ну ты ваще куда отправить летательную машину радиосвязь здесь а плохая поэтому я решил сделать по-другому просто задаю координаты полета координаты есть есть вот они только как же ты докажешь что он там был аппарат твой фотографии будут я же базарил что камера установлена на модели топай за мной и готов бабло топаю топа а нам как раз этого и надо вот лошара а нам только этого и надо вот он его вертолетик этот радиоуправляемый жужжит как а ща координаты добавлю странно а вот и порядок теперь остается только ждать ну и чё ну и чё так он сказал ждать обождем вашу маму обождем чё-то долго летает так это что у нас в 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 Это же летающий остров. Про него всякие слухи ходят. Дай-ка глянуть. Странно. Но ничего интересного на нем нет. А что ты ожидал там увидеть? Если там и есть что-то, наверное, скрыт от любопытных. Ладно, спасибо, и на этом бывай. Так. Десять штук, я так понимаю, я ему дал, да? И теперь найти. Так, Скорбей рассказал про вертолет с военными. Но кроме нескольких фотографий пары трупов, там не было ничего. Так, странное послание мне пришло. Ага, вот. Привет. Это ни разу вот не спрашивай, кто это. Сказали, тебе нужна инфа, она у меня есть. За небольшое денежное вознаграждение поделюсь. Буду ждать на старом мусорообрабатывающем комбинате на первом этаже. Пойдешь, найдешь. Да смотри поаккуратнее. Ого, вот оно че. Странное послание пришло. Отправитель неизвестен просит встречи на мусорообрабатывающем заводе, что расположено на юго-востоке около разрушенного моста. Возможно, подстава или засада. Надо быть осторожным. Юго-восток, да? Так. Это вот здесь что-либо? Ну, блин. Блин, блин, блин. Да хотя, че, блин, погнали. Нам особо терять нечего. Кроме времени. Я думаю, че они вздыхают так от 5-6 патронов. У меня не бронебойные сейчас. Вот и весь секрет. Только на тушканах годятся. Так, он сказал на первом этаже, да? Это здесь что ли? Возле разрушенного моста. Разрушенный мост вижу. Но пока больше никого не вижу. Так, на первом этаже же я. Мусорообрабатывающий же завод. Так, хрен с ним. Погнали сюда. Неплохо душу. Забрали. Так, тут никого. Попался, голубчик. Похоже, еще жив. Надо об шмонате прикончить. Нафига заберем только бабло? Оно у них пахнет. Хрен знает, кто этот жмур. Увидят, кто на нас. Одежку его фиг знает, что будет. Давай по-бырому линяем. Эх, мужик. В какую ты задницу залез? Говорил же, будь аккуратнее. Не суйся куда не надо. Бронька тебе выручила. Вроде просто ушиб. Если хреново, значит, после будет хорошо. Хотя частенько все наоборот. Если вечером хорошо, значит, утром будет хреново. Сейчас я тебе кровососовым лекарством смажу. Вот через часок будет здоровее здоровых. Бабосиков как не бывало. Так, ребят, я предлагаю сделать хоть конем. Я предлагаю сделать хоть конем. Спросите меня, как? Да очень просто. Надо от денег избавиться. А как избавиться от денег? Правильно накупить артефактов, патронов и всякого дерьма. Поэтому я, наверное, сейчас пойду схожу на Юпитер. Так, ребята. Короче, прикол в том, что походу разработчики все предусмотрели. Я не могу уйти на новую локацию. Перманентные... Да, наверное, так правильно сказать. Перманентные вылеты происходят. То есть постоянные сигареты по-русски. Поэтому, как говорится, от судьбы иногда не уйдешь. 375 штук у меня сейчас улетучатся моментально. Что ж, поделать. Такова уж, видимо, судьба. Благо, до конца игры, я думаю, мне патронов хватит с лихвой. Так что... Так, значит так. Наш охотник на кровососов нам помог, как вы видите. Как видите, подмогнул. Так что подрываемся, подрываемся. Что за дерьмом он меня намазал? Спасибо. Каким дерьмом ты меня намазал? И как тут оказался? Ну, на месте я не сижу. Шел от кровососов своих. Часть из них, ручная, обитают на плата. Тут недалеко смотрю. Ты ли пьяный идет? А, то ли пьяный идет, то ли ранен. Присмотрелся, личность знакомая. Я же тебя предупреждал. Не лазь куда не надо. А мать лечебная. Как на собаке все заживет. Правда, кровососы на запах будут липнуть, как мухи, если учуют. Броник тебя спас. А может, арты на поясе. Заработал ушиб грудной клеткой и фингал в области груди. Как раз подорден. Кровососы? Это плохо, но терпимо. Дурак я. Повелся на чужую информацию. Ты говорил, есть у тебя просьба. А долг он платежом красен. Скажи, что надо делать. Ты еще, помнится, упоминал, что тебе датчик бы пригодился. Что твой друг припрятал. Готов ли ты? Задница не особо типичная. Есть у меня несколько кровососов. Они почти ручные и ко мне привыкли. Да и других не тронут, если не буянить. Но один совсем от рук отбился. Агрессивный, злой. Совсем как человек. Остальных будоражит. Всего и делов устранить его надо. Пробовал я близко. А пробовал я. Близко не подпустит. А за поведение других я не ручаюсь. В такой ситуации отравить не получится. Другие тоже траванутся. Одна надежда не на тебя. Устрани смутьяна. Остальные не должны тебя тронуть. Хотя не факт. Но есть в этом плюс для меня. Обидятся-то они на тебя, а не на меня. Прости. Конкретно убей бестию. Пока другие не успесились. Остальных не тронь. Будут агрессивны. Делай ноги. Да. А где кровососы-то твои? И как я определю, кого надо устранить? Кровососов найдешь на холме. Путь туда прост. От деревни, где мы первый раз с тобой встретились. По дороге через сгоревший хутор. А дальше за врагом. И будет на горке нужное место. А уж как ты его опознаешь, это ты сам решай. Наверное, он накинется на тебя и попытается пообедать. Тут уж не зевай. Сделаешь дело, дам тебе примерные координаты, где может быть тайник друга моего покойного. Пока ты трудишься, я в пионер-лагерь пойду. На старом месте и встретимся. Ничего себе. То есть, мне надо просто ждать, пока он накинется на меня сам. Веселенькая дельца. Впрочем, я тебе обязан своей жизнью. Так что выбора у меня нет. По рукам. Так, устранить кровососика. Кровососика, кровососика. А где этот кровососик-то находится? Так, если я не ошибаюсь, они находятся вот здесь. Сейчас нам обвяжем эту баржу вот так, как мы обычно делаем. И пойдем немножечко поохотимся, да? Только не на пси, не на пси собачек, ну их нахер. Он на кровососика. На кровососика, на кровососика. Патрончики. Патрончики есть. И это хорошо. Так, где-то артефакт. Так, где-то. Так, где-то. Так, я почти пришел. Подгружаются, видимо, эти кровососы. Поэтому такие фризы. Небольшие. Так, кажется, мы притопали. На фотке это именно то место. Ну, пойдемте смотреть, что там за кровососик и где он. Так, вот они красавцы, но они меня трогать не должны, кроме одного. Здорово, чувак, как дела? Как дела? Как дела, мать твою? В кои-то веки я могу так близко посмотреть на кровососа. Один из них должен на меня напасть. Который пока не знаю. Ку-ку. Так, я его увидел. Так, ага, он меня не достает. Хорошо. Иди сюда. Так, ему, кажется, нравится. Хорошо. Так, я думаю, сейчас я его загашу. Так, главное в остальных не попасть. Я, походу, один раз попал. За это поплатился. Так, я. Так, я... Так. Так, я... Собственно говоря, всё. Так, возвращаемся мы к кому? К охотничку. Так, денежек у нас нету. Обокрали нас, причём так жёстко. Ну, что делать? Щито делать. Солянка такая солянка. Ну, чё ты с этим не поделаешь, к сожалению. Так, сгоревший хутор. Да ёлки-палки. Тихо. Так, опять он лазит там, по болотам. Так, я вернулся. Ну что, как результат? Всё путём порешил я выходца местной фауны. Самого нервного и беспокойного. Про остальное лучше им вспоминать. Однако, стадо уцелело. Неужели остальная братва обиделась? Если мазь кровососов их привлекла, ладно, дело сделано. Что касается приборчика моего дружка, тайничок может быть в одной из пещер. Он по ним частенько лазил. Всё, мышей летучих искал. Кстати, одна пещера совсем недалеко от места, где один из упавших вертолётов лежит. Не забудь пошарить вокруг вертухи. Может, что и найдёшь. Вход в ту пещеру найдёшь на холме дом, чтобы за большой воронкой. Неплохо. А где воронка? Пойдёшь от заправочной станции по дороге в сторону бывшего мусороперерерабатывающего завода. Не доходя чутёк по правой руке, её и увидишь. За ней нужная плата. Так ты ведь был уже в тех местах. Из той воронки. И оторвался кусок земли. Тот, что летающим островом называют. Ладно, если ты действительно в одной из пещер, я принесу тебе твой приборчик. Найти приборчик с датчиком для кровососа ловка. Для кровососа ловка? Это ещё как? Так, примерно место он мне описал, да? Так, 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 так. Ну, в одной из пещер, да? В одной из пещер. Так, это... Это что за расщелина? Давайте смотреть. Может быть, как раз здесь и есть тайник. Конечно же, не факт. Естественно, не факт, но... Всё ж может быть. Всё может быть. Охренеть, тут ходы-выходы. Выходы-выходы, тут капитально. Вот это, кстати, одно из мест спавна тайничка. Но его здесь нет. Поэтому... Искаем... Дальше. Так, тогда идём... Ко второму варианту. Идём ко второму варианту. А второй вариант у нас где? Правильно. В следующей пещере. А где у нас следующая пещера? Правильно. Недалеко отсюда. А если поконкретнее, мы уже практически к ней прибежали. Тут опять пси-собачки на меня ругаются. Ну ладно. Так, вот вторая расщелина. Тут я вам скажу, расщелина. Конкретная. Так, а ну-ка. Опачки. Надерём всем попачки. Сейчас надо немножечко вспомнить. Так, по-моему, нам сюда. И вот сюда. И вот он, ребятки, тайничок. Та-дам! Так, прибор. И аптечка. Прибор. Блядь! Сучка. Хотел выпрыгнуть. А не получилось. Сучка. Так. О. Совсем другое дело. Так, где наш этот... Любитель кровососов? Чё-то я не понял его. На карте нет, а как я утеряно иду. А, исследовать упавший вертолёт. О, бля! О, бля! Так, давайте вспоминать, где он. Да где он? Здесь он где. Это я помню хорошо. Туда и направляемся. Так, там ещё пещерка есть интересная, ребят. Я вспомнил. Кое с кем. Кое с кем. И в эту пещерку мы тоже сходим. Обязательно. Обязательно. Так, бандюканов мы не трогаем. Бандюканы мне пока не нужны. Так, там огненный шарик. Но огненный шарик, то ладно. Батюшки. Там их много. Огненных-то шариков. Ну ладно. С шариками разберёмся попозже. Мне сейчас надо на эту плату как-то запрыгнуть. А, подождите. Так мне... Мне вот эта пещерка... Меня вот эта пещерка интересует. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да где он? Вот он. Ночная звезда. Хорошо. Так, контрека надо вырубать. Контрека надо вырубать. Чё-то пацан затих, по-моему. Охренеть, тут тушканы. Я так смотрю, они... Живучие до изнеможения. Прям как библиотекарь. Такие вот, да, красного цвета, ребят, монстры. Они, как правило, очень-очень-очень-очень-очень. Так, або тех, как правило... Чё-то там... Чё-то там они будут.. Чё-то там есть и... Не, керем получается. Так, есть. Тушка, она готова. Теперь уж наверняка. Там еще кровососик где-то. Слушайте, там еще и трупы. Хорошо, ты блин. С двух ударов положил меня. С двух ударов. Молодец, что сказать. Так, сейчас. Так, я не понял, я что, кровососа тоже вынес? Фу, кровососа контролера. Да. Почему вынес так неплохо? У этого даже Артик есть. Артик это хорошо. Давайте смотреть, что тут за труп, ребят. Тут еще два каких-то жмурика. Непонятных. У этого кабан. Так, кто там лазит, блядь. А. Замбачье. Все понятно. Крис Супер Вэй. Это что такое, блядь? Крис Супер Вэй. Так, заметки ученого. Я смог подкорректировать его программу. Он проявляет высокий интеллект. Вчера подарил ему краску времен войны. За это его прозвали Фридс. Он принял это имя и стал на него отзываться. Невероятно. У него стали появляться эмоции. Никто об этом не догадывается. И хорошо. Иначе его просто уничтожат. Надо как-то вывести его из этой лаборатории. Получилось. Я активировал телепорт и вытолкнул его в этот телепорт. Куда он его занесет? Что это тревога? Надо бежать. Пощады за такое не будет. Электрический микроб. Интересный арт. Гранатки. Ладно. Гранатки так гранатки. Так, ладно. Стволы пособираю. У меня денег особо нет. Тащу терьму. Оно хоть целое нет нахер. Так, ну а кабан хрен с ним. Я почему, ребят, пушки собираю? У меня сейчас... Меня ж грабанули. Денег нет. Но вы держитесь, как говорится. Поэтому... Поэтому... Немножечко пособираю. А кабан целенький? Нет. Не целенький. Так, теперь к вертолетчику надо идти, да? А вот он, кажись, и он. Так, я сразу вижу какой-то ящик и блокнот. Полу сгоревший блокнот. В нем какие-то расчеты и старые схемы. По частично сохранившемуся тексту похоже на схему включения запасных генераторов на электростанции. Подчеркнуты цифры 198. Может еще 980 какой-то год. Остальных цифр нет. Этот листок значительно обгорел. Так, надо вернуться к охотнику. Проблема в том, что он у меня не отображается на карте. Но я его все-таки попытаюсь найти. Это раз. Второе. Второе это артефакты. Ответная электроподстанция. Придется немного попозже раскрутить эту старую калошу, сочувствующую последнему дню. Козырь есть. Посмотрим, устоит ли старая перечница перед совлазном. И досталась же профессору женушка. Матриархат сплошной. Это да. Так, с обходим аномалии. Раз артефакт. Так, аномалии лезем. Два артефакта. Третий, кажется, я опоздал. Он под текстурами. К сожалению, под текстурами. Ну ладно. Как говорится, нашел, не радуйся. А потерял, так потерял. Не огорчайся. Так. Где там наш охотничек? Охотничек. Охотничек. Где-то тут должен быть. Я надеюсь, я его быстро найду. Там, где сгоревший кинотеатр. В том, короче... месте. Ой-ёй-ёй. Да ладно вам. Я ж пошутил. Ага, пошутил. Две собачки вниз. Пошутил. Шутник, мать твою, да? Так, вот он, наш охотник. Бысенько мы его нашли. Так, приборчик у меня. Здорово, стрелок. Это хорошо, что он у тебя значит. Я уж и не надеяться, что найдешь. Сложности были, но как же без сложности? Мы же не ищем легких путей. Они находят нас сами. Впрочем, держи прибор. Мы с тобой в расчете. Так, может ты у меня граната купишь? Нет, он меня не купит. Ни хрена. Не купит. Так. Найти выживших военных теперь. Так. Найти выживших военных. Ну, пойдемте. Электро угодил. Ну, что ж такое, блядь. Так, тихо. Сюда не надо падать. Падать. Так, сгоревший хутор я вижу. И помимо этого хутора мне надо... Ну, вот. Недалеко отсюда должна быть пещера. А вот он, кажись, вот, кажись и она. И тут вход завален. У меня сразу засчитывается задание найти военных. Теперь освободить пленника. Завалила беднягу капитально. Надо освобождать. Только как? Разгребать лопатой нет смысла. Будут раскопать. Это китайской пасхи. Экскаватор подогнать? Деквить нету. Хотя, возможно, кто-то из сталкеров, соображающих в технике, сможет подсказать, как проделать проход завален. Ну, кто может? Кит, конечно. Тот, кто антенну делал. Ты вот и к гадалке не ходи. Сейчас надо с ним поболтать. И я думаю, он подсобить нам. Так, только где же этот кит? Где-то должен быть. Возле костра она сидит, отдыхает, водяр в уши. А ну-ка. Так, это парфюмер. Вот он. Здоровый кит, вспомнил. Вот про тебя вопрос, можно сказать, жизни и смерти. Ну, сразу прямо о жизни и смерти. Умереть, значит, присоединиться к большинству. Что, впрочем, всех нас тут в зоне жмёт. С той или иной степенью вероятности. Давай обойдёмся без цитирования римских классиков. Тут, короче, такое дело. Много всякого разного есть здесь. Нас зато не повидал. И нашёл пещерку одну, в ней человек. Ух ты, ёпт. В пещере человек. А может, это горный тролль? Ладно, не злись. Знаешь, я как-то раз выброс канализации мертвого города пережидал. И ничего. Правда, потом меня даже с ножкой за километр обходили. Так что твой человек в пещере нормально, я скажу, с тебе устроился. Да погоди ты, пещера завалена. Он там внутри. Раскопать, так ты сам понимаешь, нереально. Надо как-то доставать его оттуда. Иначе помрёт. Жратва у него ещё есть. Но сколько он протянет? А что тебя так заботит? Судьба этого узника, а, стрелок? Гешефт, с него пойметь хочешь или просто облагодетельствовать. Дык, весть о твоих похождениях впереди тебя идёт. Наслышан я про кое-какие твои подвиги. Тебе все слепые псы руки должны лизать. От того количества мяса, что ты оставлял после себя в некоторых местах. Ты давай не подвиги мои вспоминай, а думай своей инженерно-технической башкой. Как завал расчистить? Зрывать тоже не вариант. Его там по стенкам пещеры размажут. Что предлагаешь? Ну что могу сказать? Если нельзя взорвать и раскопать, значит надо. Думаю, надо это дело. Ну, как-то, наверное, растворить или испарить. Мы же с тобой где? Правильно, в аномальной зоне отчуждения. Ключевое слово аномальное. Вот из этого и надо исходить. Ты в зоне побольше моего шастаешь. Всякого навидался. Наверняка видел нечто такое, что сможет помочь твоему пещерному человеку. Ну, повидал. Повидал-то я многое. И, кажется, понял, что мне может помочь в этих раскопках. Спасибо, Кит, за идею. Так. Понятно то, что нихера не понятно. Дали наводку, что какая-то хуйня может растворить камень. Всё. На этом всё. Надо к нашей девке, наверное, идти. Господи, к девке. К жене Сахаровой. Так, задачку он мне, конечно, задал. Задачку он мне, конечно, задал. Давайте вернёмся всё-таки на этот сгоревший... Вернее, не на сгоревший хутор, а где эта пещера, короче. А где эта пещерка, пещерка, пещерка? А где эта пещера? Так, если мы тупо возьмем аномалию холодец, капсула у нас есть, сделаем вот так. Та-дам! А вот и наш красавчик. Сколько по зоне хожу, много повидал и многих. Но чтоб ты откуда такой, Берни? Задание у нас есть. Вернее, у меня и была группа, закинутая на эту трижды проклятую землю, погибла. Ниггер, ниггер. Да я тоже почти погиб, спасибо, подлечил меня мужик в странной одежде. И что же вам на этой земле надо было? У нас о ней наслышаны. Я просто спец, поэтому многого не знаю. Десантировали нас сюда для того, чтобы взять информацию с одного из наших беспилотных летательных аппаратов. По сведениям, один стал неуправляемым и упал где-то на этой территории. Однако после высадки оказалось, что планер до сих пор летает, только значительно снизился. Получили приказ не сбивать, а ждать, когда у него закончится горючее. И разредятся батареи. Однако в первую же ночь группа была атакована неизвестными существами. Нас предупреждали, что они на этой земле водятся. Но чтобы такие и в таком количестве, да, это вам не кашу лаптим хлебать. Планер? Что-то не видел я такого. А ты выйди с пещеры. Дай на небо повнимательнее посмотри. Пеленгатор, что встроен в мой шлем, отчетливо принимает его сигналы. Неизвестно, сколько он еще пролетает. Сбивать опасно. Вдруг информация потеряется. Беспилотник был один. Если летает, придется сбить. Что за информацию он собирал? Вообще-то их было два. Связь с первым давно потеряна. И его последние координаты были явно не над этой территорией. Насчет информации я мало знаю. В основном это фотографии местности. А как выбираться планировали? Скоро должен прилететь вертолет. Когда и куда, точно не знаю. Будет сообщение. Ну что ж, придется все же сбить планер. Надеюсь, информация не пострадает. Посмотрим, что он успел нафотографировать. Если ничего криминального, информацию ты получишь. Так. Начинаем. Начинаем слушать мюзик. Так, ну пойдемте искать этот беспилотник. Будь он неладен. Где-то ж он должен летать. Странно, я ничего не вижу. А, я понял, где загрузился, ребят. Сорян. Сорян. Надо еще раз проговорить с ним диалог. Теперь делаем вот так. Весь диалог. Весь диалог проговариваем. Мы его читали буквально минуту назад. Опять блядская песня. Дооборот, ты ее... Сука, только ж играла, блядь. Ну, придется, придется сделать пока так. Я, честно говоря, не знаю... Вот он, ребят. Чем думали авторы? Каким местом, когда вставляли сюда авторские песни, блядский мод, которые только атмосферу, блядь, портят. Вот он, беспилотник. Короче, полные идиоты в этом плане они. Как по мне. Иди сюда. Так, куда ж он упадет? Так, беспилотник. Стой, сука. Так, надо за ним следовать, я так понимаю. Видимо, сейчас там упадет. Так, я вижу дым. Значит, направление у нас правильное. Так, интересно, бандюки заспаунились, нет? Бандюков пока нет. Так, и это кто? Это кто-то под землей, по-моему, наша бабулька. Ну, хрен бы с ней. Сейчас нам надо обследовать наш беспилотник. Артефакт, кстати, вспышка. Сейчас я, ребят, включу звук. Эта песня гребаная пройдет. И я включу звук. Так, в принципе, походу все. Где эта штука? 10 кг, херася. Фото устройства с беспилотника. Обнаружен беспилотный разведчик, попытаться его сбить, постараться обнаружить местопадение и обследовать. Обследовать сообщить Берни о результатах. Так, ниггеру, да? Ниггеру сообщить. Ниггер, ниггер, ты китаец. Ну, давайте сообщим нашему ниггеру. Что там, музыка еще играет? Все, не играет музыка. Слава тебе, Господи. Так, да. Пойдемте сейчас. Сходим к нашему чернокожему другу. Так сказать. Так сказать. Да, все-таки на этой локации нам побегать пришлось. Так. Так. Где там наш ниггер, ниггер, ты китаец, да? Так, пробегаем хутор. И вот здесь он в пещерке. Помню, помню, помню. Помню очень даже хорошо. Так, наша аномалия, которую мы создали. Ладно, хрен бы с ней. А вот и наш красавчик. Сбил я беспилотник ваш. Нечего ему тут летать. Нашел фотоустройство с него. Я так понимаю, что ты имеешь доступ к потрохам этой штуковины. Короче, извлекай инфу. Качай свой ПДА. Принтеров в зоне нет. Даже бармен свое меню от руки пишет. Есть что интересно? Интересно. А для кого интересно? Интересно. Ну, для мировой общественности. Да. Обманывать вас. Спецшколе плохо учили. Фотографии, что в памяти этого регистратора остались, наверное, кое-кому дорогого стоят. Блок памяти отдашь кому надо для отчета. А может и в звании повысят. Утрирую, по крайней мере, смерть твоих друзей будет не так бессмысленна. Что у вас за оборудование на планере было? Я не знаю. Но если по стандарту инфракрасные сканеры, камеры и прочее, наверняка было и еще чего. Типа датчиков радиации, отметок аномальных областей. Ясно. Придется самому смотреть. Когда за тобой прилетят? Провиант есть? Точно не знаю. Сообщат. Да вот только одна беда. Что-то все мои приборы по определению координат позбивались с местными аномалиями. О территории я не знаю. Пища есть. Спасибо этому мужику. Ладно. Эх, только бы на поиски очередную группу смертников не отправили. Я сам небольшой знаток местных достопримечательностей. Буду поблизости загляну. На вот, на память о зоне. Штуковину одну. Артефакт называется. Своим покажешь. Так, вот, собственно говоря, и все. А теперь надо к нашей бабуське бежать. К нашей бабуське. Бабуська. Бабуська, бабуська. Бабуська, бляха-муха. Ну что ж. Надо. Значит, надо. Так, надо с ней, короче, сейчас побазарить. Что она мне скажет, я не знаю пока что. Честно говоря, даже и предположить не могу. Но это пока. Это только пока. Так, а как мне лучше к ней подобраться? Наверное, сейчас оббегу. Это наш красавчик. Который красавчик, который охотник на кровососов. Ну хрен бы с ним, ладно. А мы тупаем к нашей бабуське. Блин, локация, конечно, жестко подгружается, ребят. Базару нет. Оптимизации бы... Оптимизацией бы тут заняться капитально. Конечно же. Ну вот, имеем то, что, собственно говоря, имеем. Другого ничего не имеем. Ладно. Да что ж такое? Да что ж так все подгружается жестко-то, а? Господи. Так. Ну где там наша бабуська? Наша бабуська. Наша бабуська. Так, тут не забываем про блядскую аномалию, которая... Которая нам, так сказать, портит жизнь очень даже сильно. Сучка. Крашеная, блядь. Пошла ты. Слушайте, ну блядь, ну как она меня поймала, тварь, а? Пошла ты нахер. Ахрен тебе, да? Или как там? Так, где наша бабуська? С ручными кровососами. Эй, Вася, как дела? Ты куда? Здорово, братух. Есть? Че есть? Не, нету. Ну ладно. Нету таких... А что, один скопытился, что ли? Че с ним? Бабка, ты чем его накачала, я не пойму? Транквилизаторами, что ли, а? Здравствуйте, мэм. Вы тут уже довольно давненько обитаете. Наверняка чуток изучили эти катакомбы. Я нашел обгоревший блокнот у упавшего вертолета, в нем расчеты и цифры, а также прямая наводка на этот подвал. Но код не полный, не подскажете? Код, вероятно, от пульта, что установлен за проломом в коридоре. Естественно, я интересовалась, как его включить и что будет потом. Первое, мне не удалось. Я не хакер, но под документом, что здесь были, примерные действия я могу предсказать. Но зачем вам это? Я пока сам не знаю, но очень много совпадений. Оказывается, многие интересовались и интересуются этим пультом. Надеюсь, после его включения не будет второй фукусимы. Тут нечему взрываться. Кстати, эти цифры, что в вашем блокноте, мне знакомы. Да, точно. Код должен быть довольно длинным. Я видела его. Может, это и совпадение. Но как начинался код разблокировки системы безопасности в мертвом городе? Как интересно. Сколько совпадений не бывает. А, столько совпадений не бывает. Цифры, кода, вы помните? Я помню, сколько ворсинок на щупальцах у кровососа. Но я не помню, вернее, даже не старалась запомнить этот код. Посетите мертвый город. В комнате управления, что в здании с бюстом Владимира Ильича, возможно, вы его и найдете. Только в саму пультовую вам не попасть. Двери выдержат выстрел из пушки. А когда от них? А, а кода от них я никогда не знал. Ладно, уже кое-что. Скажите, а кто знал код от той двери? Вы знаете Искру? Искра? Откуда вы знаете это имя? Бедная девочка. Все эти передряги явно не для нее. Да, она знала код. Но сейчас она под рейсом на базе, которая возле моста. Да и жива ли она вообще? На базу вам не пробраться. Она накрыта смертельной зоной. Однако, эта зона свободно проходима для участников группировки. Так, вы проговорились, что у вас остались кое-какие связи. Возможно, друзья. Возможно. Но это мои друзья, а не ваши. Я и так рассказал вам слишком много. Назовите имя и где найти вашего друга. Взамен я дам вам бумаги по изучению генетики. Помните спутника охотника на кровососов? Хороший был мужик. Мышами занимался. Летучими. Его убили недавно снайперы. Из последнего дня. Очевидно, просто так. Его бумаги у меня. Мне они без надобности. А для вас целый кладезь наблюдений и расчетов. Убили? Он же ученый. Ладно. Найдете человека по имени Гульден. Он нейтрал. Из местных. Снабжает базу артефактами. Поддерживает связь с местными бандитами и сталкерами. Отметочку в вашем ПДА я вам поставлю. Это место, где он часто бывал. Вот это дело. Надеюсь, еще увидимся. Да, вот наблюдения и расчеты охотника. Наблюдения и расчеты охотника. Эй, Вася! Давай, до свидания. Так. Мне, короче, говор... А, подождите, а нахера я сюда иду? У меня ж на выход сюда. Точно, точно, точно. Точно, точно. Ой, блядь. Мой электротварь. Ну и ладно. Ну и хрен с ним. Так, найти Гульдена теперь у меня задание, да? Так, и где он? А, походу... Походу, вот он, ребятки. Так, как говорится, вперед из песней. Начинаем марш-бросок. Так, водоемчик надо бежать. Нахрен был мне нужен. Опа-опа-опаньки. Надерем всем попаньки. Опаньки. Сюда иду, а... Не в эту сторону. Вон Скадовск виднеется. Твою мать! Че у меня... Ой, блядь, у меня надо... Экзо-скелет уже чинить. Причем срочно. Так, Скадовск стоит. Скадовск, ребятки, стоит. Че-то, ребят, если честно, какая-то хрень происходит. У меня, видимо, сноу там. И мне это хрен... Мне это хрень... Хрень, да. Вот именно что хрень. Не особо-то нравится. Как бы... Мне его не пришлось... Менять, если честно. Если так по-честному сказать. Ну, это ладно. Это уже техническая часть, Которая касается только меня. И на трансляции... Не будет влиять никоим образом. Там уже буду решать. Ладно. Но подгружается жестко. Я, конечно, сейчас попробую... Поиграть в Skyrim. Посмотрю, как... Игрушка себя будет вести. А потом уже буду думать, что делать дальше. Да. Такс, ну что, где мы? Где мы? Чё мы? Чё мы? Где мы? Где мы? Чё мы? А вот... Вот здесь он. Да? Здравствуйте, уважаемый товарищ... Здравствуйте, уважаемый товарищ... Привет, меня зовут Стрелок. Я от Сахарова. Эльза её зовут. Рекомендовала с тобой пообщаться, как с местным авторитетом. Авторитет? Авторитеты тут в других местах водятся. Мы просто вольные сталкеры, имеющие связи. И, соответственно, свой доход от этих связей. Что, старушка ещё жива? Она хитроу, она местное руководство обманула. Ну, раз она рекомендовала, слушаю тебя. Зовут меня Гульден. Нужен совет. Говорят, на этой базе, что высшая девчонку держит. Надо бы ей помочь. Ну, ты ляпнул. Если тебе известно, она оказалась главной помощницей в крахе системы защиты клана в Мертвом Городе. А ведь была своя... Постой, постой. Стрелок? Так, это ты погром-то в Мертвом Городе учинил? Твоя голова дорого стоит. Странно, что ты ещё жив. Одно скажу. Тут погром учинить не удастся. База защищена смертельной зоной. И отключить её изнутри не получится. Да, девчонка на базе её охраняет. Но ведь ты, как связной, можешь пройти на территорию базы. Да, на базу мы пройдём. Ты нет. Хочешь попробовать? Валяй. Для охраны, что внутри, вы свои. Что хотите за помощь в освобождении искры? Круто ты взял. Но конкретно. Не её лишь. Да только не надо нам ничего. Всё имеется. Только вот воспользоваться этим тут невозможно. Деньги деньгами, а Мерседес в зоне не купишь. А если и купишь, далеко не уедешь. А уходить за периметр нет смысла. Что нам делать на богом забытых территориях бывшего СССР? Ты ведь просто стрелок, а не старик Хатабыч. А следовательно, ковра самолёта для полёта в сторону Европы или Америки у тебя нет. Да, ковра нет, но есть идейка. Его можно раздобыть у одного местного Аладдина. Он плохо, как, впрочем, и я, знает здешние места и координаты. Вернее, координаты-то он знает. Да только землица местная, аномальная, все приборы позбивала. А вы местность знаете. Это ты, Акум. Мухлюешь? Вовсе нет. Планер видел? Больше не увидите. Короче, предлагаю сделку. Раз мне на базу пока не сунутся, вы, рискуя задницами или проявляя смекалку в виде усиленного шевеления извилинами, освобождаете девчонку и даёте дёру. Далее моя забота. Ну, может, не до Америки, но до дальнего зарубежья долетите. Даю слово. А я слов на ветер не бросаю. Более сказать не могу. Не будет смысла. Что-то стрёмно. Какие-то ты байки рассказываешь, хотя можно рискнуть. По-тихому охрану убрать. Договориться с ними невозможно. Только после ноги делать придётся однозначно. Эти люди достанут отовсюду. Надеюсь, что ты слов на ветер не бросаешь. Ты только дальше первых ворот не ходи, чтобы тебя раньше времени не заметила охрана. Ну, значит, договорились. Буду ждать недалеко от первых ворот. Если что, прикрою отход. Но если вы по-тихому, то этого и не потребуется. Так, вот вроде бы с ним. И добазарились. Давайте смотреть. Следовать за Гульденом на базу последнего дня. Я думаю, тут не помешает сохраниться. 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 Так, ну веди, дружище. Веди, веди. Куда мы там с тобой идём? Сохраниться. О-й-ё-ё-шеньки, йо-й-ё. Ты посмотри, блядь. Это что за хрен тут? Нарисовался. Блядь, да. Это что за прикол сейчас был, а? Не понял. Вот сейчас, ребят, вот сейчас вообще не понял. Меня вынесли. Вынесли всё, я понял. Тваря. Чётко. Базару нет. Вообще не вижу, откуда, сука, стреляет. Блядь, чё происходит, а? Можете зря в них шмалять ночью. Когда я сюда захожу, у меня моментальная смерть наступает. Соответственно, внутрь мне заходить не рекомендуется, да? Я так понимаю. Я так понимаю. Да. Как вы видите, тупо не рекомендуется заходить. Или у меня снайпер шмаляет. Не пойму. Вообще не пойму. Может, действительно снайпер шмаляет, а? Блядь, чё за прикол? Чё происходит вообще, а? У меня такое ощущение, что меня убивают, даже если я тупо буду на месте стоять. Видите, да? Так, ребят. Ну, я, естественно, загрузился с отдельного сейва. Не очень мне нравится вот эта ситуация, что меня просто выносят за секунду. Мне эта ситуация вообще не нравится. Давайте пробовать, давайте смотреть, давайте щупать, как нам пройти этот квест. И я, честно говоря, пока затрудняюсь ответить. Сделаю ещё один сейв на всякий пожарный. Ну, и давайте пробовать. А то эти ребятки чё-то сильно... Сильно распоясались. Сами, ребятки, на базу не суёмся. Так, эти попёрли, да? Попёрли, попёрли, попёрли. Окей. Так, не суёмся, не суёмся. Не пойму, в чём здесь прикол вообще, прикрыть отход группы, сука. Ну, хорошо. Пегаси. Это у них называется по-тихому. На танке можно было заехать более незаметно и тихо. По-хорошему не вышло. Девчонка с нами. Прикрывай отход, иначе крандец. И ходим к костру. Так, блядь. Не вижу никого. Если сунуться туда... Мне... Мне... Мне будет жопа, как вы видите. То есть, он вздыхает на этой базе. Так. Приложил одного. А где наши красавчики с девочкой-то, а? Никого, блядь, не вижу вообще ни хера. Где они там? Так, я дико извиняюсь. Они что, уже сюда побежали? Пойдёмте их там встретим. Раз уж. Раз уж такая пьянка прошла. Так, я вижу этого дурачка. А я больше никого не вижу. Блядь, а где остальные? А, вон они, вон они, ребят, вон они. Те разговоры потом. Линяем отсюда в сторону сгоревшей деревни. Там в пещере сюрприз. Надеюсь, он ещё там. Так, понятно. Скорейшему... Парфюмер, у меня для тебя сюрприз. Бери ноги в руки и дуй на хутор с амфитеатром. У этого самого амфитеатра увидишь костёр и человечка кровожадного. Там меня, вернее нас, и жди. Если не понял где, у бороды спроси. Мы сейчас дойдём до пещерки одной из сгоревшей деревни и к амфитеатру. И к амфитеатру. Я понял. Так, я, короче, теперь обратно сопровождающий. Ну, окей. Хрена делать-то. Делать нехрен. Только нам вот сюда, через Скадовск пойдём, да? Вот в эту пещерку. Так, ребятки, не отстаём, не отстаём. Через болото, кстати, придётся пойти. Так, а этот Васечка... А этот Васечка сам по себе, я так понимаю. Ну ладно, он, я думаю, там сам разберётся. А нам... Вот в эту пещеру, где наш ниггер заседает, придётся топать. Так, ну мы аккуратненько вот так вот, вот так, вот так. Так, вот так вот. Так, я уже практически дошёл. Так, пришли, надеюсь, птичка ещё здесь. Вы меня тут подождите, а я переговорю с человеком одним. После разговора с американцем побеседуем. Так, Америкосик. Здоров. Барни, вижу, ты ещё здесь. Это здорово. Привёл людей. Они тут знают все координаты и места. Если за тобой прилетят твои, помогут. Но есть одно условие. Вы должны их забрать с собой. Вывести за пределы зоны и желательно куда подальше, ближе к какой-нибудь вашей базе. Думаю, ваше руководство за жизнь солдата и определённую информацию на это согласится. Привет, это здорово. Мне тут уже порядком надоело. Не мне решать, возьмут их или нет. Но думаю, за подобную помощь они докинут до ближайшей базы. Ну вот и славно. Ребята хорошие. Вы поладите. Я скажу им, что ты не против. Иначе тени Чернобыля тебя всю жизнь преследовать будут. Прощай, надеюсь, вы доберётесь благополучно. А у меня и тут ещё проблем полно. Пока не решу, нет мне пути из зоны. Такс, хорошо. Пообщались. Теперь надо пообщаться с нашими красавчиками. Ну вот, уладили дело. Человека зовут Барни. Он спецназовец. Его группа погибла. Не спрашивай, зачем они тут были. Сам догадываешься, наверное. За ним прилетят. Обязательно. Они своих не бросают. Ваше дело помочь сориентироваться. Не знаю, кто прилетит. Не удивлюсь, если прилетит российский или украинский вертолёт. Вас должны забрать. А далее сами крутитесь. Чай, немалые дети. Надеюсь, всё ценное вы притащили с собой. Бегать по нычкам уже некогда. Не соврал. Да. Сориентируем ту машинку, что за ними прилетит. Надеюсь, у них военные более честные, чем мы о них думаем. Спасибо. Может, ещё увидимся. Может, и увидимся. Готовьте через пару месяцев номер в отеле с видом на океан. Искра, пойдём. Нам ещё до деревни с амфитеатром добраться надо. Там нас должны, по идее, ждать. Там и поговорим. Чё-то, по-моему, девочка немножко по-другому стала выглядеть. Ну и хрен бы с ним. Так, ну и чё? Ну, девчуля, короче, с нами базарить не хочет никак. А, то есть мы её должны сейчас куда-то, короче, направить, да? Так, ну, насколько я помню, мне вот сюда надо. Поэтому сюда и направляемся. Кстати, закатик надо бы покемарить. Покемарить, потому что вот эта локация, ребят, она ночью, конечно, отвратительная. Она просто отвратительная. Здесь невозможно бегать ночью. Поэтому потом мы, конечно же, переждём. Тёмное время суток. Где наша девчулька, красотулька? Она через хутор решила лететь, бежать. Ну, ладно. Я думаю, справится. Девочка, давай. Так, бежит, бежит, бежит. Погнали, погнали, погнали. Очень хорошо. Девчулька за нами бежит. Так, давай, 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 давай. Так, тут аснорка сдох на армейских складах. Ну? Бывает. Так, а это наш красавчик-парфюмер. Здорово. Здорово, братуха. Здорово, здорово, здорово. И ещё раз здорово. Пять пятьдесят шесть, пятьдесят шесть, блять. Ну вот, мы на месте. Тут не так безопасно, но получше, чем в плену. На дядьку костра не смотри, внешняя штука обманчивая. С парфюмером вы ещё наговоритесь. А вот у меня времени не так много. Есть пара вопросов. Как отключить смертельные зоны на базах? Самое главное, мне нужен код от комнаты управления защитой в мертвом городе. Второй вопрос прост. Код от дверей. Так, трам-пам-пам. А вот с зонами на базах есть где-то пульт, включающий и отключающий подачу энергии. При помощи которой и создаются эти зоны. Но он наверняка закодирован. И кода я не знаю. После мертвого города мне, сам понимаешь, перестали доверять. Ну, уже кое-что. Кажется, я догадываюсь, где этот пульт. Ладно, я в мертвый город. Вы пока оставайтесь тут, надеюсь. Впрочем, справитесь. Если что, отходите к нейтралам. Парфюмер знает дорогу. Да, спасибо за отключение защиты в мертвом городе. Без этого было бы трудно разворошить это гнездо. Так. Найти код в комнате управления защитой в мертвом городе. Искра сказала, как попасть в комнату управления отключенной системой защиты мертвого города. Надо посмотреть, нет ли в ней информации о ключе доступа к пульту в подвале подстанции Затона. При удаче запомнить цифры и вернуться к Сахаровой. Пульт установлен в ее жилище. И попытаться его активировать. Вот тебе и раз. Так, ну раз такая пьянка, тогда отправляемся в мертвый город. Так, ребятки, пришел я в мертвый город. И что удивительно, здесь три тайничка у меня нарисовалось. Давайте мы их и обследуем. А еще тут у нас изломчики. Так, еще один. Бляцкий тушканок. Так, давайте излома сейчас вынесем нахер. Изломчик. Ты где, блядь? Готовщинка, пацан. Так, вот первый тайник. Сейчас мы быстренько тайники все обыщем. Там, кстати, артик. Под текстурами, да? Блядь. Плохо, плохо, конечно, что он под текстурами. Так, а тайник, я так понимаю, на чердаке. Придется топать на чердак. Придется топать на... Ой, блядь. А там библиотекарь, сука. Сука, сука. Сука. Пошел. Недооценил пацанчика. Недооценил. Тыкс. Где ты, тварь? Иди сюда, сука. Сейчас я тебя угощу. Свинцом. От души и так угощу. Недооценил. Недооценил. суши какой он слабенький я охренеть я не думал что он такой слабенький будет или это пушка сильная может быть не знаю честно не знаю так где этот блядский тайник скажите мне пожалуйста нычка не нычка но пока свои же шакалы не прибили не обчистили при прячу на этой территории даже с авторитетами мало считаются никакой наводки ребят где это находится но я полагаю что это все таки это все таки а так вот он этот тайник и тут кстати морской ежик если чё пиво я оставлю здесь артефакт под текстурами к сожалению и добраться до него не предоставляется возможным но по крайней мере на этой локации можно им ночью побродить ни херена страшного остальные два тайника находятся в городе туда и направимся блять как бы ночь переждать но тут час ужаса будет сто процентов раз и второе может быть выброс если выброса это плохо если выброса текс спокойно тварь и причем это бандита ребят так один короче заныкался туда понятно ни хера себе у них оружие и патрончики блять ты посмотри на него тварь иди сюда за скелетики и акимушки сейчас продам так а тут у вас чё ухты елперный театр а ну-ка так к нему прицел и глушитель для для пота прямо таки ляпота я вам скажу это что за х лошадка я маленькая лошадка и мне живется не сладко да так ну давайте походим с этим стволом учитывая что у меня есть к нему патрончики чё бы и не походи до чё бы как говорится и не походить ладно пойдемте сюда так тайничок у нас ехали короче сейчас почитаю я стар рюкзак таскать уже не в тягость не то что эти молодые читеры неизвестная им соль победы и вкус адреналина когда идешь на задание с одним обрезом но нычку оставлю может кто за мой упокой потом выпьет когда найдет значит там водяра ребят ну водяра то ладно хрен бы с ним сейчас с этой стороны здания посмотрю вряд ли конечно вряд ли конечно же вряд ли подниматься на этажку наверх хотя не факт меньше что наверху может и тут где-то быть посмотрим сейчас ванне нет ну погнали дальше по лесенке тут каждый этаж к сожалению придется обшарить что поделать ничего не поделаешь ствол кстати неплохой я вам хочу сказать но блин отдача у него отвратительная а вот он ребятки тайничок забрали пивасик оставляем здесь пивасик мне не нужен это был второй тайник сейчас пойдем к третьему тайнику а потом уже пойдем ребята вот этот код вводить блять да ёперный балет блять хотел выйти но так я сейчас на на третий ребят тайник на дыбове ёперный блять слушайте а их тут дохерище причем дохерище не то слово так ну поехали так работаем сука он живой тварь так еще одно скопытил так еще одно скопытил так и еще один и походу еще один нет живой тварь а пушка неплохо справляется я вам хочу сказать там один с гауссом это опасно конечно же для жизни но гаусс я хочу забрать ёперный балет так переоценил свои возможности к сожалению так где эти британские пидрилы настырные пацанчики настырные пацанчики настырные пацанчики стырные пацанчики настырные пацаны и он был б ты я это где это Тварь Так, а кабанчик у тебя, да? Элитный детектор Заберу Пригодится Блять, и меня четко пришили Так, ну вперед Не, пушка все-таки зачетная Как бы там кто не говорил Так, сколько у вас еще, твари Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я понял Ну... Так, где же вы, мои мальчики? Так, кажись, я вынес. Ах ты, тварь. Я понял. Так, ты с этой стороны красавчик, да? Так, опять навели порядок здесь. Так. Ну, этих красавцев ничего особо не будет такого. Причем у них уже лут попропадал. А мне надо в здание. Мне надо в здание. Там, где наш бюст Владимира Ильича. То бишь, вот сюда вот. Слава КПСС. А тут двое красавчиков, я так понимаю. Так, и второй красавчик где? Второй красавчик вот здесь. Видимо. Так, ну тут никого. Ну что, давайте вводить код. Сейчас посмотрим по журнальчику. Ага, ага, ага. 241, 219, 88. Та-да-дам! Ух ты, блядь. Какая-то антенна. Какой-то мотор. Охереть. Бочки. С топливом. Так, я взял А что я взял? Скажите мне, пожалуйста Так, это блокно... А, я взял ноутбук Кроме прочей Малопонятной по конформации Есть код Но в рабочем состоянии легок и занимает мало места Лучше его забрать Это понятное дело Так, я еще один тайник Не обследовал Сейчас я, наверное, так и сделаю И надо с мертвого города текать Но текать я буду, скорее всего, для начала На кордон Разгружусь Или на интерь даже Прогуляюсь Ёпта, это что такое? Грузовичок С наемничками О-о-о-о, четко Молодцы, ай, молодцы Ну давайте, пацанчики Давайте, кто следующий Походу желающих больше нет Желающих больше не находится Так, из патронов Всякое дерьмо По-моему, я вынес Красавчика Так, давайте-ка все-таки тайничок заберем Что пишут Пора линять с этого последнего дня Отморозки сделаю заначку Буду носить ноги Пригодится Вещички крайне нужны Ну давайте посмотрим Что там за вещички-то Если крайне нужны Смотрю, для кого, конечно Так, 2 икзы продам У меня денюжек мало Сейчас как раз у Акима Ребят Разгрузимся Так, интересно Где этот тайник А мне кажется В каком-то из этих Ящичков Ну это только так кажется Понятно Наверное, все-таки на этаже Повыше будет Пока не вижу никого И ничего Тайник явно не здесь А где? А где? Ну да Пацанчик хитрый оказался Но ладно Не хитрее моего Так, а где же, сука, тайник? Так, там придурок Сам себя подорвал Тайник не здесь, он, скорее всего, внизу Идем вниз Так, я не пойму, где он Я отвечаю Так, ну что, Вася, аптечку тебе дать? И вот он превратился в одиночку 5К Особо брать ничего не хочет Ладно, Вась Удачи тебе Опомнился и на том спасибо Блядь, а я честно вам скажу, ребят Я что-то Обрубиться вообще не могу Где этот тайник Это говорит о том Что спрятал его тот, кто его прятал Очень хорошо И, кстати, ребят Я так подозреваю, что он, наверное, все-таки на крыше у меня вопрос на миллион как на крышу залезть вот этого я к сожалению пока не знаю знаю только выход вот сюда и все может быть даже знаете как я вам скажу ребят не то чтобы не знаю не помню потому как все таки на крышу я все таки залезал может путаю конечно но вроде как залезал так баскетбол баскетбол не знаю ребят честно не знаю да и хрен бы с ним на самом-то деле ладно пойдем те какие мы разгрузимся и пойдем дальше таким уж к здравствуй мой хороший я тебе тут принес всяких ништяков это тебе не отдам а вот это пожалуйста забирай 27 за руку библиотекаря не вас не пойдете а две таких модифицированных херни ну точно забирай так нет кстати на янтарь бы прогуляться сейчас я только патрончики сгружу ненужные е так остальное в принципе мне все надо да да гранат дюже много две штучки оставлю все отлично разгрузились и на том и на том спасибо заберу все таки эти патроны так уж и быть давайте сейчас на янтаре выгрузимся и пойдем дальше так обратите внимание ребят здесь на интернет тоже два тайника есть так что я думаю мы сейчас заберем куда rodholm если тихие 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 м надоели а зараза таки реально надоели ну ладно так вот первый принципе тайник неплохой я вам хочу сказать пойдемте ко второму 2 находится на самой базе зомбарями с контролером ну все как мы любим ребят все как положено все как мы очень даже любим зона зона ссука селена выберусь так ну и где он тварь делом ходит сволочь ой блядь снорки могут подъебать фух за малым за малым за малым за малым в ружье мать вашу в ружье в ружье блядь так с этим конечно все хорошо а вот тайника даже на карте даже на карте не видно сука вот странно его не видно и вы искать хер его знает слушайте зомбарей немерено просто немерено а а кошки а Ладно Честно говоря я Тоже не знаю где этот тайник Так как он даже не отмечен На карте Поэтому я забиваю на него Большой и толстый болт Сука Хотя сказать Экзум не попортил Ну частично Так у меня ремкомплектов Осталось Не так уж и много Ребят на самом деле Я вам скажу Реально не так уж и много Надо поаккуратней Надо бы реально поаккуратней Здравствуйте Уважаемый Профессор Заберите-ка Вот это вот Так 71 камня Пока я думаю хватит Как минимум Так что мне Сгрузить Бусы Про бабки Бюрера И две пленочки Что еще мне Сгрузить Электрический микроб Морской еж Что еще мне Сгрузить Ну собственно Остальное Мне все нужно А Стопусно Конечно же Естественно Так у меня 5 аптечек Маловато Будет А вот 10 Самый раз Патрончики Есть Пушки Есть Терем Комплекты Есть Все это У меня Есть В бар Я сейчас Ребят Прогуляюсь Возьму Один тайничок У пацанчика Погнали В бар Так Темная Долина Дал Он мне Тайничок Ну здесь Тайников Нет Так У меня Задача Поговорить С Эльзой Ну что Ребят Возвращаемся Тогда К Эльзе Сейчас С ней Пообщаемся И Подумаем Как нам Жить Дальше Так Прибыл я Сюда Здесь Опять Заспаунились Блядские Бандиты Как они Меня Затрахали Если честно Кто б знал Васечка Васечка Че ж ты такой Че ж ты такой Васечка Винторезик Есть Винторезик Че тут Чего тут И говорить То Тут И говорить Ничего Погибает Пацаны Ночью Темною Когда люди Не выходят На улицы Погибают Пацаны Ночью Ай блядь Ночью Лунную Сто процентов Сука А как она Здесь оказалась Это аномалия Так Она далеко Хорошо Иди сюда Сучка Иди сюда Тварь Слушайте Знаете Че интересно У нее Идет Кровь Отсюда Вопрос Уважаемые Знатаки А может Эту тварь Можно Убить А может Быть ее Реально Можно Убить А я Попытаюсь Сейчас Слушайте И у меня Получилось Эту тварь Можно Убить А я Че то Даже И подумать Об этом Не мог Вот это Я Лошара Вот это Называется Трындец Лютый И полный Да Вы еще здесь Я думал Профессор Уже Отмечают Вашу встречу Ударными Исследованиями Ваш По вашей Наводки Я узнал Я узнал Нетбука Товарища Злобного Странно Но он Был у него Практически В роли Заставки Нетбук Можно Полюбопытствовать А вы Вы пока Можете Заняться Тем Зачем Пришли Если вы Так Хотите То Вот он Но Отдаю Только На Время Включать Умеете Сори Да И прошу Учесть Он Не съедобен Так С бабулькой Мы Пообщались Пообщались Что дальше Попробовать Активировать Пульт Дальше Дальше У меня Задание Ну че Пойдемте Вводить Код Какой он там Был На ноутбуке Сто девяносто Восемь Пятьдесят Четыре Шестьсот Двадцать Два Да Совершенно верно Так И What the Fuck is Going on Around here Motherfucker Блять Немножко я Неправильно прыгнул Что так вот не работает Либо пульт Либо и то и то Вот зараза А вот засада Что удалось выводить Из этой кучи Микросхем С дисплеем Боже Ваше лицо Стало опять Озабоченным Так вы Выглядите Немного симпатично Пока вы Тихо ругались У пульта Говоря Слоганы В адрес Того Кто Это все Придумал Я чуть Подзарядила Батарею И кое что Узнала Большая часть Информации Закодирована Но на вашу Проблему Могу ответить С уверенностью Пульт рабочий Нерабочий ключ Или как тут По-медицински Выразиться Бывший владелец Нетбука Таблетка У меня есть Один единственный Дельный совет В настоящее время Забирайте Этого динозавра И сходите Еще раз К искре Она долгое время Занималась Именно подобной Арктехникой Когда была Полноправным Членом Группировки Да Привет Не забудьте Передать От старой Калоши Или как вы там Меня в первый раз Назвали Ладно Пробанем 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 А где наша Красавица Искра Где наша Красотушечка Искра Ну окей Так Значит Так Пойдемте К искре Тем более Она тут Недалеко Возле Заброшенного Кинотеатра Под открытым Небом Тут в принципе Топать Не так далеко Текс Мы пришли Привет Чуваки Как ваше Ничего Хорошо Что вы еще Тут Как делишки У меня проблема Был я в мертвом городе Нашел нужный Нетбук А в нем Код Однако Он оказался Липовым Сахарова Отправила К тебе Ты Говорит С этим Металлоломом На ты Посмотри Может Чего Удаться Выудить Не думаю Что владелец Был Продвинутым Программером Да Кстати Сахарова Привет Тебе Просила Передать О Машинка Злобного Два ядра Два гига И ноль Толку Прошлый век Как это он ее забыл Наверное Торопился Давай Посмотрю Погуляй Пару минут Половину Программок Я ему Устанавливала Окей Так Пару минут Говоришь Когда ребятки Идет обратный Отчет времени У меня Условный Рефлекс Уже Выработался Настолько Сильно Чтобы Делать Отдельный Сейф Что Просто Пипец Здорово Чувак Как оно Все хорошо Ну Ну И Ладушки Вот И Ладушки Вот И Хорошо Так Это Ластагон Ой Ой Так Хорошо Ладно Тыщ Тыщ Ай Блядь Упал Давайте Ребят В игру Поиграем Пропрыгать Четыре Лавки Опа Опа Кто так Может Опа А теперь Усложняем Опа 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 Фу Блядь Упал Давайте Еще раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Так Блядь Опять упал Разминка Еще раз Раз Два Три Четыре Блядь Опять упал Заново Заново Поехали Раз Два Три Четыре Пять Шесть Блядь Упал Так Давайте Последний раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Блядь Опять упал Слушайте Не так просто Я вам хочу сказать Пропрыгать Эти лавки Не так просто Так Ну что Наша красотулька Как успехи Ну вот и код Там только Последняя цифра Другая Место Двойки Пятерка Остальные Те что были Тут еще Много Всякой информации Но забери Возможно Он тебе пригодится Отлично Отключу Подачу энергии Сниму защиту И далее Будет Видно Так Никак не пойму Как вам так долго Удалось Ну что Возвращаемся К нашей бабушке Так Благо бабушка Тут Недалеко Совсем Недалеко Недалеко бабуська я иду я уже здесь ну вот ключ от пульта нашелся теперь можно попробовать завести эту посудину по словам искры это отключит подачу энергии поступающие на создание смертельных зон на базе ну что ж тогда удачи надеюсь у вас все получится не сомневайтесь не сомневайтесь а вместо двоечки пятерочка до вместо двоечки пятерочка где блять блять неужели в журнале больше ничего нет надо просматривать а да ну нахер вот же ладно гибели клокаличные заметки так то не припяти хрен с ним так давайте по памяти 198 64 525 до вместо а последней цифры двойки пятерка как мы и сказали не понял сто девяносто восемь шестьдесят четыре пятьсот двадцать пять да ребят сорян я немножко неправильно вел сто девяносто восемь пятьдесят четыре шестьсот двадцать пять вот вот теперь все правильно так бабулька со мной разговаривать не хочет так а что же делать что же делать что-то я честно говоря не врублюсь заданиях нету нихрена а чё делать и стрелок опять герой слышишь есть разговор найдешь меня на базе что возле моста метку скину не боись мои люди стрелять не будут если первым не начнешь злобно значит ну погнали покумекаем с пацаном чё он нам расскажет то интересно знать 8 утра пасмурно пипец обратите внимание ребят мы же вроде как покемарили да вот там в тоннеле а здесь все равно очень очень пасмурно так сейчас через болото вот так вот тудым сюдым и и нормально будет так болотка болото надо обижать не получилось прям так конкретно обижать но что имеем то и имеем пойдемте по трубе ради прикола опаньки надерем всем попаньки так ну хорошо пришли на базу он сказал эти козлы стрелять меня не будут если я не начну первые окей чё ты дятел не нахер так а наш красавчик где вверху то вот он я вижу ты преуспел в искусстве преследования и доставляешь нам все больше хлопот однако ты но ты не учел одну вещь разрыв между нашими знаниями и действиями такой же как отсюда до кордона ты навряд ли нас догонишь такими темпами никто не собирался никого догонять однако раз я решил потрепать вам нервы значит потреплю и с вами действительно пора заканчивать ты о бомбах забудь мы этим давно не занимаемся однако твое дело твое я здесь не для уговоров мне нужен мой ноутбук взамен предлагаю информацию идет формацию это можешь мне что-то можешь мне еще рассказать хотя есть еще пара загадок но о них я со временем узнаю ты пролетающий остров а нет никакой загадки с ним просто кусок земли очередная аномалия зона созданной легендой для таких лохов как ты еще раз предупреждаю брось эту затею и оставь свои преследования наши разработки вышли на качественно другой уровень и скоро мы и только мы будем повелевать зоны а дальше насколько мы стали крутыми и еще скажи повелевать миром кто ж вам позволит блять не уж то ты запретишь ты безнадежен разговор оконченный так мне нет бог тебе информация а дальше делайте хочет точнее что сможешь пошел ты повелитель мира хренов так я думаю что я это сделал правильно потому как он первый стал шмалять разговор у нас не получился к сожалению может и к счастью на самом деле тут уж как посмотреть четко и еще раз еще двоих приложил охренетительно просто охренетительно стрелок это блэнд помнишь меня жду тебя на масса перерабатывающем заводе блэнд какими судьбами или опять развод и опять это мусорка не стрелок это действительно я подходи ну что ж пойдемте встретимся с ним тут уже особо подбирать ничего не надо ребят сюжет солянки подходит к своему логичному завершение зря эти патроны подбирают уже по инерции конечно же а мы тем временем идем общаться с блэдом этих придурков я всех погасил тут как раз есть волшебный мостик вот и через него мы идем навстречу с блэдом летим 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 летят утки летят утки да ребята здесь наш нас и обокрали на 350 кусков сейчас у меня 71 к есть но мне особо эти бабки и не нужны если честно а вот с блэдом пообщаться стоит практически все стали нам врагами но особо обращать внимание не будем вот он но здравствуй блэнд здравствуй стрелок вот и свела судьба нас снова помнишь наш разговор в темной долине помню но не думал что снова встречусь с тобой ну когда пошли слухи что кто то настырны вынюхивает тут о последнем дне и их планах помогает сбежать искре потом вдруг отключает со защитной зоны я сразу догадался что это ты иначе и быть не может ты упрямый и не останавливаешься на пол дороги иначе я не могу пора заканчивать последним днем и их беспределом миром они повелевать хотят злобный он уже повелевает миром только загробным пора навестить молнию вот только знать бы где скрывается молния находится на центральной базе но достать ее теперь будет непросто после отключения зон охрана увеличена кроме того был выключен активатор порталов для вызова подкрепления портал подкрепление откуда ну ты же уже догадался что мы не здешний так сказать есть много миров за пределами вашего наши ученые проводя какие то эксперименты случайно открыли портал ваш мир и попали именно в зону нас поразило насколько богат ваш мир и сколько свободной энергии накапливает это место выбросы в зоне это высвобождение накопленной энергии разрядка так сказать это порождает мутацию у некоторых животных рождение аномалии артефактов да не все мутанты порождение зоны некоторые выведены путем экспериментов с артефактами радиации и пси энергии нашими учеными в лабораториях ну и сам понимаешь наши боссы не могли оставить это без внимания начался постепенный захват этой территории закрытия лаборатории уничтожения информации и людей некоторых вербуют в наши ряды неугодных уничтожают но люди вашего мира упрямы и любопытны и у вас есть такое понятие как дружба и защита себе подобных невероятно исполнитель желаний в ваших рук дело да это было сделано чтобы контролировать монолитовцев и отвлекать сталкеров и другие группировки от того что на самом деле творится в зоне значит злобный не соврал про летающий остров это аномалия зоны или более того не соврал при очередном выбросе этот кусок оторванного от земли а этот кусок оторвал от земли и унесло на другой край затона просто аномалия но необычная видел разряды электро вокруг него это он аккумулирует энергию вокруг себя за счет этого и вертится почему ты мне все это рассказываешь ты же сам из последнего дня со временем я понял что мы пришли сюда чтобы разрушить все это всю уникальность зоны и ее красоту после этого последует захват уже за пределами зоны я этого не хочу я хочу остаться здесь в вашем мире я покину клан со своими людьми и попробую жить простым человеком ну что ж удачи тебе в этом скажи как давно последний день в зоне очень давно сначала все делалось тихо и незаметно потом стали действовать смелее и эти действия не остались незамеченными сталкер по имени призрак добрался до одного из боссов и убил его на время клан опять стал работать незаметно но боссы меняются следующей была назначена молния похоже она будет последней где мне где мне найти этот активатор порталов он находится у лаборатории под главной базой кота двери я тебе дам двести один шестьсот пять он вряд вряд ли ты туда пробьешься это мы еще поглядим что ж стрелок я в тебя верю на этом прощай вряд ли мы еще увидимся прощай спасибо и удачи спасибо и удачи ну что ж ребят как говорится финишная прямая стрелок мы на затоне на какой-то заправке подходи ждем с вот террас клык на заправке вот он погнали наши кенты подвалили ребят иначе дело пахнет жареным иначе дело значит действительно дело пахнет жареным чушь они мне расскажет а пацанчики мои сейчас мы с ними пообщаемся 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 Так, клык чертяка, вон он. Кого вы там уже загасили, пацаны? Так, Архара, нихрена себе. А вот и клык, и пилигрим, пацан, здесь. И призрак, все мои кенты. Так, привет, вижу призрак Архара, и даже пилигрим здесь. Здорово, да я им сообщил, что... Я им сообщил, что ты связывался со мной, и они решили тоже идти. Но надо же, пора наказать этих хозяев зоны и повелителей мира. Кот от лаборатории, где находится активатор порталов, у меня есть. И к дверям лаборатории придется пробиваться с боем. Возможно, для кого-то из нас этот бой будет последним. Не боись, прорвемся. Если суждено умереть, так тому и быть. Тогда вперед, надо взорвать этот активатор порталов к чертям. И покончить с последним днем. Ну что ж, ребят. Так, значит так. Надо лететь. Надо бежать. Надо выносить этих козлов. Так, сюда мы не падаем. Сюда нам падать не надо. Так, пацаны побежали. И я побежал вместе с ними. Сейчас мы этот последний день наизнанку вывернем. Я думаю так. Весело сегодня заметил части смертников. Зато не точка. А, точно, из винтовки шлепнули. Прям в голову. Ну что ж. Такое тоже бывает. Вперед, пацаны, вперед. Мать их. Мать-пери-мать, мамину-маму. Так. Это вот здесь, я так понимаю, да? Совершенно точно. Совершенно верно. А меня вынесли очень даже от души, кстати говоря. Мда. Очень даже от души. Чё-то я так, честно говоря, немножечко тупанул. Так. Так, проговариваем это всё. Ещё раз. И погнали. Мы пойдём первыми, ребят. Чтобы всех вынести нахер. А эти пацанчики пусть догоняют. Ёбаный в рот. Какого хуя ёбаный прицел так гуляет, блядь? Сука. Да ебать. Да неужели, блядь. Да неужели, блядь. Это неужели. так то их приложил взять нихуя себе ай-яй-яй-яй блять откуда сушки их их конкретно здесь просто конкретно я всех вынесу один хер сейчас все будет ребят сейчас все будет блять ой-ёшеньки так ладно хорошо хорошо он с гауссом и он в меня попал очень даже неплохо но ничего страшного ничего страшного щас 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 есть ах ты сука ничего ребят сейчас все будет у меня винторезик я стал к со стажем так что ни хрена двоих двоих идите сюда твари они сами идут блять зря я стал перезаряжаться зря ну ничего 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 их там дохереща но хрен бы с ними твари щас и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как же ж так, а? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok